Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Меня зовут Наташа, я очень рада вас приветствовать. Сегодня мы поболтаем с вами, я поотвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задавали за последнее время. И чтобы не длить, я предлагаю вам налить что-нибудь вкусненькое, либо положите там себе каких-нибудь вкусняшек, высаживайтесь поудобнее. И первый вопрос был такой. Расскажите, знаете ли вы иностранные языки? Если да, то как изучали? Если нет, то хотели бы выучить. В школе, когда я училась, я изучала французский язык. Когда я поступила в университет, я стала изучать английский. Это было, по-моему, первых два курса. И потом с третьего курса, последующий у меня был немецкий язык. Как вы понимаете, три языка выучить в совершенстве просто нереально. Поэтому я что-то где-то понемножку знаю, но совсем прям на базовом уровне. То есть я, конечно, не могу похвастаться тем, что я там классно говорю на английском языке, или я классно знаю в совершенстве французский. Нет, к сожалению, нет. Я бы очень хотела выучить английский язык в совершенстве, потому что английский язык, он нужен, в принципе, везде. В какую бы страну вы ни поехали, большая часть людей знает английский язык. И с английским языком всегда легче всего. Если бы у меня было дополнительное время, я бы с удовольствием еще выучила итальянский язык. Я очень люблю Италию, итальянский язык настолько красив, что да, я бы его выучила тоже с удовольствием. Но английский, конечно же, в первую очередь. Второй вопрос, какие качества в людях меня привлекают и импонируют, а какие отталкивают? Я сама по себе очень доброжелательный, добрый человек, в принципе, открытый. И я люблю тоже таких людей. Мне с такими комфортнее, мне с такими проще, нет каких-то барьеров в общении. Я ненавижу, когда мне врут. Даже не то, что врут, я ненавижу, когда меня, даже не меня, я вообще не люблю, когда обсуждают кого-то за глаза, либо говорят про кого-то за глаза. Вот это прям, если я от кого-то, с кем я общаюсь, узнаю, что такое было, для меня это прям вот уже такое табу. Я человека к себе близко никогда уже не подпущу, потому что я этого не приемлю лично. И что касается вранья, опять же, я бывает сама, там, привираю когда-то, да, но во благо. Если вы это делаете не во благо, а чисто для того, чтобы там скрыть этот человек, что-то не договорить ему, якобы вы там что-то знаете, пусть он не знает. Нет, такого я тоже не приемлю. Третий вопрос, что бы вы смогли простить своему любимому мужчине, а что никогда? Интересный вопрос на самом деле. Давайте, наверное, начнем с того, что бы я никогда не простила своему мужчине, это измена. Это никогда, ни при каких обстоятельствах. Я не представляю просто, как после этого там... Хотя, вы знаете, ситуации бывают тоже разные, насчет этого можно так долго разглагольствовать, говорить, что я никогда не прощу, а потом, знаете, при какой-то ситуации взять и простить. Никогда не говори никогда, конечно, но для меня это табу. Я не смогу простить измену, я такой человек, очень такой собственник я, поэтому нет. А что могла бы простить? Ну, скорее всего, это какие-то, может быть, маленькие недосказывания, можно это так назвать. То есть, например, он мне вроде что-то сказал, но не договорил. То, что мы всегда прощаем, это я могу простить. Или даже вот так возьмем, я не хотела, чтобы он это сделал, а он это сделал. Но это можно простить, не расходиться же из-за этого, и там, не портить брак или семью. Четвертое. Твой первый поцелуй, какой он был? И сколько тебе было лет? Первый взрослый поцелуй у меня произошел лет, так, наверное, 15? Да, наверное, в 15 или... Да, в 15, в переходе на 16, вот так вот у меня, да, произошло. Какой он был? Да какой? Я уж не особо помню, какой он там был. Говорят, первый поцелуй или первая любовь запоминается больше всего. Ничего подобного, я вообще не помню, как это все было. Тех чувств и эмоций я особо не помню, то есть вот как-то так. Так. Следующий вопрос. Самый нелепый случай. Я такой человек, у которого всегда какие-то случаи происходят нелепые. Нелепых случаев было на самом деле много. И один из самых нелепых случаев, я уже, по-моему, в каком-то видео вопрос-ответ рассказывала. Когда вы, например, очень громко там с кем-то что-то бурно обсуждаете, играет музыка, и в какой-то момент просто музыка прекращается, и вы что-то такое громко-громко там говорите, либо матернулись, и все это вокруг слышат, это так нелепо, это так глупо. Мне кажется, у многих такое было. У меня такое было не раз. Вот реально не раз, и, блин, я постоянно на этом прокалываюсь. А в каких странах-городах ты была? Ладно, давайте поедем, значит, со стран. Австрия, Германия, Чехия, Болгария, Италия, Испания, Греция, Эмираты, Франция, Франция я сказала или нет? В общем, Франция. Это страны, да, в которых я была. А если перечислять, какие города я посещала в этих странах, то я уж вас утомлять не буду. Городов у меня было много достаточно. А что касается России, то я была, в принципе, во многих городах. Ярославль, Питер несколько раз. Причем вот те страны, которые я вам перечислила, я тоже там была в некоторых странах по несколько раз. Владимир, Суздаль, Боголюбово, Коломна, Тула, Москва. Южные города очень много, там Геленджик, Анапа, Сочи, вот такие. Следующий вопрос. Хотела бы ты куда-нибудь переехать в другой город или страну? Я на самом деле задавалась уже этим вопросом и думала так, если бы вот была возможность. Даже вот давайте так, смотрите, да, мне предложили, даже не предложили, мне сказали, Наташа, нам сейчас срочно нужно уезжать, но в какой-то город из России, куда бы я поехала? Скорее всего, это был бы Питер. Это душою мой город, как мне кажется. Мне там комфортно, несмотря на то, что он тоже большой. Я вот про Москву говорю, что мне немножко некомфортно. Питер, он тоже немаленький, но мне вот там комфортно, там я чувствую себя здорово, как дома. Несмотря на то, что там погодные условия, которые мне не очень нравятся, постоянная влажность, ветра, все равно я как-то там вот себя чувствую хорошо. Что касается заграницы, своего жития, так сказать, я бы выбрала, например, Чехия, мне там тоже очень комфортно, мне там нравится. Либо Испания, там мне нравится климат, там море, там хорошо, там всегда тепло. Также, несмотря на то, что я очень сильно люблю Италию, с удовольствием там была бы еще и третий, четвертый, пятый раз, жить в Италии, мне кажется, немножко трудновато за счет того, что там с работы не очень хорошо. Может быть и в Испании что-то подобное с работой, потому что вечно у них там эти фиесты, но в Испании как-то по цивили, наверное, все-таки. Восьмой вопрос у нас достаточно большой, глубокий, если так копнуть. Задала мне его, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, Оля. Оль, привет тебе! Кто ты на Ютубе ради славы? Кто ты ради денег? Кто ты ради бесплатной косметики? Кто ты ради общения? Если вы честны, то на данный момент, за что заставляет тебя вести канал? Какая мотивация? Я на Ютубе точно не ради славы. Хотя, конечно, я бы не отказалась там иметь славу, иметь много денег, зарабатывать на Ютубе. И кто от этого откажется? Но не ради этого я заводила свой канал, и не он меня мотивирует, что я должна там что-то получать, и там у меня должно быть миллион подписчиков. Нет. Что касается общения, да, но, опять же, мне хватает в жизни реального общения достаточно много. И все со мной про косметику говорят, да? А здесь у меня идет хоть онлайн, но общение про косметику, и мне нравится. Мы же не обсуждаем с вами какие-то там наши личные проблемы, мы обсуждаем бьюти-тематику. Ради этого я, в принципе, здесь. Также бесплатная косметика? Ну да, я не буду даже скрывать. Я получаю бесплатную косметику на обзор, как и многие блогеры, достаточно в большом количестве. В принципе, на этом и держится мой канал, потому что, если бы не косметика, которую я получала на обзор, много различных продуктов я бы вам показывать не смогла, чисто вот финансово даже покупать постоянно, да? По крайней мере, я же на себе это все пробую, тестирую, это тоже большой риск. Ну и мотивация. Мотивация, конечно же, это... Я не знаю, нет мотивации, это просто мое хобби, это увлечение. Мне приятно общаться с вами, мне приятно, что вы у меня есть. Вот, в принципе, моя мотивация. Смотря на ваше видео, поняла, что вам нравится путешествовать. А какой город или страну вам бы хотелось посетить больше всего? Это Англия и Америка. Две разных страны. Мне так хочется и туда, и туда попасть, и посмотреть их неколорит, все прочувствовать. Америка это такая громадная, шумная, ночная какая-то. А Англия, она такая вот, какая-то немножко своя. И то, и то я бы очень хотела посмотреть с удовольствием. Ну что же, мои дорогие, на этом мое видео подошло к концу. Спасибо вам большое, что задавали мне вопросы. Мне было, правда, очень приятно на них отвечать. Если у вас еще есть какие-то вопросы, то задавайте мне их под этим видео в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Я люблю такие болотологические видео. Мне кажется, они нас сближают. Вы узнаете больше обо мне. И мне нравится рассказывать вам что-то о себе, потому что, надеюсь, вам тоже приятно было меня послушать. Спасибо вам большое еще раз за внимание. И целую вас, обнимаю. До встречи в следующем видео. Пока-пока.